привет всем это канал и вязание все что связано с вязанием и сегодняшнее видео там мастер-класс по вязанию вот такого чипчика спереди он выглядит вот так связан он из пряжи фельдар аляска вам понадобится 4 мотка внизу как вы видите продолжаются такие ленты это так скажем шарфик который ближе к чипчику сужается и дальше расширяется по мере необходимости у меня примерно 8 сантиметров можно вот так замотать горло и ходить замечательные изделия не ждала что можно такой в принципе носить заказала девушка молодая подросток следуйте руководством в мастер-классе у вас получится точно такой же замечательные изделия берем нить здесь сменить кончик сюда пошла к клубку берем одну спицу это я просто возьму в руки чтобы она не тарахтела об стол набирая следующим образом на одну спицу подкладываю спицу под их нить прокручивая ввожу в петельку указательного пальца потом в петельку большого пальца через петлю указательного пальца сбрасываю затягиваем через петлю указательного через большой в петлю указательного сбрасываю затягиваю и так набираем 56 петель на спицы и встретимся когда мы наберем нужное нам количество петель набрали 56 петель здесь у меня оставшийся хвостик я завязала узелок чтобы он не откликала время вязания и так смотрим у нас наборный край имеет с одной стороны косички с другой стороны узелки наша лицевая сторона будет а где мы видим вот такие косички продольно лежащую нить с этой стороны у нас будет лицо и первую петлю снимаем из лица первый ряд у нас будет изнаночные петли все все петли изнаночные провязываем с 1 по последнюю первую петлю снимаем последнюю кромочную петлю также провязываем изнаночной довязали ряд до конца последняя петля также изнаночной разворачиваемся на другую сторону и сейчас все петли также вяжем изнаночными то есть фактически мы вяжем платочную платочный рисунок платочную вязку только обыкновенно она вяжется всегда лицевыми но мы начали ряд с изнаночных и поэтому мы вяжем все ряды изнаночными петлями то здесь провязывая изнаночными с лица с изнаночной стороны с лицевой стороны наши изнаночные петельки становятся лицевыми первый ряд мы провязали значим для того чтобы вот это узелковый ряд изнаночных петелек был выступающим и поближе к кромке тогда будет красивый узор с краю и так вяжем все следующие петли и обратно лицевой ряд снова изнаночными провязываем таким образом платочную вязку несколько рядов пока не начнется у нас лицевая гладь встретимся на лицевой глади и померяем сколько сантиметров мы провязали я провязала 10 рядов у меня получилось примерно четыре с половиной сантиметров я измерение свое делаю до верхнего узелка изнаночного ряда потому что следующий ряд меня провязан с изнаночной стороны изнаночными петлями с лицевой стороны он является лицевым и пойдет уже в лицевую гладь полотна и основную ширину вот такая мы вокруг лица будет составлять именно визуально до изнаночного ряда верхнего узелка поэтому меня это четыре с половиной сантиметров 10 рядов и сейчас мы начинаем вязать лицевую гладь я нахожусь лицевой стороны работы с лицевой стороны мы вяжем лицевые петли с изнаночной стороны мы вяжем изнаночные петли и так вяжем лицевую гладь поворотных рядах провязали по прямой наш чипчик по прямой необходимо провязать порядка 15 сантиметров четырнадцать с половиной 15 поделить все петли у нас их 56 на 3 равные части в центральной части мне 18 петель справа и слева по 19 и сейчас мы продолжаем работу на изнаночной стороне и вяжем до 2 маркера когда мы будем вязать по изнаночной стороне не доходя одну петлю до этого маркера вот здесь встретимся провязала весь изнаночный ряд не довязав одну петлю до 2 маркера маркер мы снимаем и сейчас одну петлю с центральной части и следующую после маркера петлю мы провязываем одной изнаночной петлей разворачиваемся и начинаем вязать в обратную сторону и сейчас мы будем вязать не довязав одну петлю до вот этого нашего маркера не довязали одну петлю снимаем маркер и провязываем две петли до и после маркера вместе сейчас мы будем возвращаться в обратную сторону не довязав одну петлю вот эту не довязав до нее мы провяжем изнаночные петли первую петлю мы снимаем вяжем в обратную сторону мы будем провязывать по одной петельке с левой и с правой стороны от затылочной части вот у нас одна петелька ее мы отличаем по большому расстоянию между петлями снова провязываем нашу последнюю петлю в средней секции шапки и следующую после петлю вместе одной изнаночной петлей разворачиваемся и вяжем вновь в обратную сторону не довязав вот эту петлю эту петельку мы провяжем со следующей петлей снова вместе одной лицевой петлей то есть мы всегда провязываем 18 петель средней части уменьшая правую и левую части нашего чипца на одну петлю сейчас еще одну петлю покажу и дальше будем выполнять самостоятельно вот наша петелька мы провязываем ее и следующую после петлю вместе одной лицевой петлей вот видно как поворачивается вязание будем часа разворачивается вязать в обратную сторону провязав с изнаночной стороны вместе и таким образом я провяжу 9 петель 9 вот этих петель 2 из них я уже провязала осталось еще 7 и встретимся после этого продолжаем сокращать петельки я сократила уже по 9 петель с лицевой стороны справа у меня 10 петель с лицевой стороны с левой части шапки 11 петель и мне необходимо выполнять вязание по лицевой стороне и сейчас к сокращением петель в правом и левом секторе нашей шапки мы добавим сокращение петель внутри затылочной части следующим образом первую петлю мы снимаем средней части шапки и будем выполнять сокращение следующих двух лицевых петель с правой стороны средней части шапки мы их сокращаем таким образом чтобы наклон петель уходил вправо то есть две лицевые петли мы провязываем через вторую в первую с наклоном вправо вяжем не до вяжем три петли таким образом и сейчас мы провяжем первые две петли из трех первые две вместе лицевой петлей с наклоном влево а следующую петлю мы провяжем также вместе с следующей лицевой петлей и таким образом выполнять сокращение в средней части петелью в затылочной части мы будем через один лицевой ряд то есть обратную сторону сейчас изнаночная вновь провяжу здесь 2 изнаночные вместе 1 изнаночной и следующий после этого лицевой ряд я не буду сокращать петли а через лицевой ряд сновь сокращу точно также не доходя до кромочных петель здесь и здесь сразу после кромочной петли пока мы не сократим все вот эти петельки с правой и с левой части нашего чепчика и так я закрыла все петли на правой части шапочки с левой стороны и остались у меня только петли затылочной части чепчика здесь у них 6 и теперь нам необходимо начать поднимать петли вот в этих боковых сторонах шапки вот меня нить мы смотрим и видим здесь у нас остались на торцах вот эти кромочные петли и из-под них мы будем набирать петельки первую наберем вот здесь прямо из самого угла чтобы не было отверстия вот таким образом вот у нас кромочная мы вводим по 2 петельки кромочной по 2 ниточки и поднимаем из-под каждой кромочной петли новую петлю вот таким образом до самого конца и последняя кромочная петля подняли разворачиваемся начинаем вязать в обратном направлении резинку 1 к 1 первую петлю снимаем вторую с изнаночной стороны провязываем изнаночной чтобы с лицевой она нас стала лицевой и далее чередуем лицо изнанка лицо изнанка провязали все имеющиеся петли резинка 1 к 1 я провязала петли которые с затылочной части в том числе теперь нам нужно поднять петли из другой стороны чепчика нам необходимо брать равное число петель как слева так и справа здесь у них поднято 16 значит здесь мне нужно тоже 16 петель вот у меня остался хвостик от наборного края ими я буду набирать новые петли в первую петельку обязательно поднимаем и также поднимаем как мы делали с другой стороны с противоположной из каждой кромочной по одной петле и так до начала уже набранных готовых петель до затылочной части набрали петельки из каждой кромочной оставляем эти петли разворачиваемся и продолжаем вязать на вновь набранных петлях резинку один к одному смотрим какой петлю мы закончили изнаночной значит сейчас мы будем вязать лицевую изнаночную и так далее провязали ряд до конца резинка дико нам у теперь мы будем разворачиваться и вязать поворотными рядами вот эту подвязку вязку вокруг шеи вязать требуемой вам высоты таким образом чтобы подвязка это ушла вокруг шеи и не сильно ложилась на плечи чтобы ее не выкручивала и после того как свяжите нужной вам высоты мы встретимся я связала нижнюю часть чепчика она мне получилось порядка пяти сантиметров это высоты достаточно для средней высоты шеи имейте ввиду что вот эта часть чепчика затылочная вот эта шейная часть она больше всего прилегает к телу и к плечам и в той части где у нас шея и плечи здесь уже эта часть не касается плечей и это хорошо потому что иначе будет с шапочка задираться во время ношения я уже навесила маркеры маркеры эту часть петель я отведу на завязке здесь у меня два четыре шесть восемь петель на противоположной стороне 8 петель занимает эта ширина шесть семь сантиметров даже шесть шесть с половиной здесь я оставлю так дальнейшем расширю если смотреть по изделию то петли у меня отведены для завязок чуть меньше чем середина вот этой лицевой глади и так продолжаем вязание те же петли которые у меня находятся между маркерами в средней части шапки мы сейчас будем закрывать первую снимаем кромочную естественно провязываем все петли до маркера провязали маркер можно снять отложить следующий петель мы будем закрывать у нас должно остаться здесь 8 петель которые мы не будем закрывать провязываем все петельки которые будем закрывать лицевыми после маркера первые 2 провязываем первую накидываем на вторую следующую провязываем лицевой здесь нужно подтягивать кстати все петли чтобы у нас не сильно разошлась резинка в том месте где мы будем закрывать лицевая вяжем плотненько накидываем вторую на первый так мы закроем петли все до маркера у меня осталось две петли перед маркером последняя маркер снимаем и сокращаем последнюю петлю все у нас должно остаться с левой стороны тоже 8 петель 2 4 6 8 все одинаково вот такая косичка закрытия петель теперь оставшиеся петли эти петли и эти петли мы будем вязать отдельно начали свяжем одну сторону и здесь я сразу выполнил прибавку накидывая перемычку между петлями провязываю ее скрещенной поднимаю новую петлю она не будет лицевая потому что здесь следом идет изнаночная я ее провязываю лицевая изнаночная лицевая изнаночная лицевая и вновь поднимаю вот эту перемычку набрасываю и делаю прибавку то есть я в одном ряду сейчас прибавила две петли прибавку сделала для того чтобы расширить этот шарфик который мы будем вязать потому что оставшиеся оставшихся петель слишком мало чтобы шарфик у нас получился ну такой красивый вяжем в обратном направлении резинку один к одному провязывая поднятые петли как того требует рисунок в обратную сторону все сейчас мы будем вязать по рисунку можно вязать по рисунку уже вот такой получившиеся ширины ширину шарфа вы уже выбираете самостоятельно может быть шире уже но имейте ввиду что чем больше вы его расширяли тем он больше будет выглядеть таким клиновидным если вас устраивает такой вид шарфика такой дизайн то оставляйте ему кстати нет расщепилась ниточка нужно так внимательно вот и будем вязать в ту и в обратную сторону провязывая вот так все петли на желаемую высоту точно также необходимо запомнить либо записать выполнить запись связать в противоположную сторону чепчика у нас получится такие завязки все петли естественно оставшиеся то есть и нити нужно закрыть подобрать все встретимся когда свяжутся у нас шарфики когда вы свяжете желаемую длину шарфа необходимо закрыть петли сделаем мы это аккуратно вот таким способом будет аккуратный край как это выполняется берется трикотажная игла отрезаем какое-то количество нити и смотрим что она здесь находится у нас находится 1 кромочная 2 у меня лицевая так как это резинка один к одному резинка один к одному закрывается по пар на лицевые с лицевыми изнаночная с изнаночными если у вас как у меня следует после кромочная лицевая то действуйте следующим образом снимаете кромочную лицевую в лицевую выводите иглу с обратной стороны на себя если у вас кромочная после кромочной изнаночные сейчас покажу как вводить туда иглу мы были иглу с обратной стороны на себя в лицевую теперь нас следует изнаночная вот изнаночная и через одну петлю тоже изнаночная изнаночная петлю с обратной стороны вводится игла на себя во вторую изнаночную вот она и точно также как в эту вторую изнаночную вводится игла если у вас изнаночная после кромочной значит на себя а во вторую изнаночную вводится игла от себя то есть с лицевой стороны работы в обратную сторону вот так подшили первую придерживаем поправляем сильно не затягиваем работу но и не слабо лицевая петля в лицевую спереди вводим углу как бы в обратную сторону следующую лицевую которая идет через изнаночную вводим вот так к себе подтянули изнаночную с обратной стороны на себя следующая изнаночная со своей стороны в обратную от себя подшиваем и так мы сейчас зашьем поправляем аккуратно петельки если что-то у вас выгибается не так и так мы сейчас зашьем весь наш шарфик лицевая на себя довязываем оставшиеся петли так это у меня была последняя изнаночная и кромочную я использую как изнаночную последняя лицевая в нее мы вводим вперед иглу вытягиваем и смотрим насколько у нас аккуратно уже заправилась кромочная если у вас кромочная как-то еще не аккуратно заправлена тогда мы вы еще подхватывайте и прячьте все у нас все аккуратно теперь необходимо подшить оставшуюся ниточку я ее заправлю вот сюда и спрячу в петле аккуратно внутрь вначале я проведу ее через лицевые вниз потом через лицевые наверх вот эти нити которые сейчас видите на экране это остатки ниток которые остались после соединения двух клубков не был узел в клубке неудачно мне пришлось их соединить их я заправлю вот так по одиночке также вниз и вверх по лицевым и эти также заправлю расправлю аккуратно и после стирки уже обрежу под корешок все мы сейчас заправим аккуратно нити и собственно наш этот чепчик с подвязками готов осталось только его спрятать у него все нити и постирать или отпарить а можно и постирать отправить все вместе поочередно стирать необходимо 6 прохладной воде при воде температуры не выше 30 градусов после стирки нужно аккуратно жать полотенцем расправить не растягивать и сушить только в горизонтальном положении